Всем привет, дорогие друзья! С вами Митя Хэт, канал Читмил. Доставайте самые вкусные ништячки, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать! Я ехал с тренировки и решил заехать куда-нибудь закрыть углеводное окно каким-нибудь вкусным, сочным бургером. По пути мне попалось заведение, которое называется Трамп Бургер. Ну что ж, погнали, потестим! Как вы заметили, американского президента в этом заведении прям предостаточно. Он смотрит на вас, даже если вы сидите на унитазе. От Трампа я вышел с вот таким вот пакетом. В пакете у меня чек. Заказ у меня вышел на 389 рублей и плюс отдельно я покупал соус за 22 рубля. То есть 389 плюс 22, 411 рублей вышел у меня этот заказ. Так, соус я взял фирменный. Фирменный соус от Дональда Трампа. Вот такая вот картошечка Айдаха, настоящая американская из Айдаха. Конечно же нет, откуда ей взяться на просторах нашей необъятной. Вот такая вот коробочка с бургерами. Вот столько салфеток. А в американской щедрости ходят легенды. Еще одна картошечка Айдаха. И все. Пакет оформлен в духе минимализма с небольшим логотипом. Это мне нравится. Один большой бургер я брать не стал. Я взял три маленьких бургера. За 219 рублей. У меня сет мини-бургеры вышел. Три бургера упакованы в одну коробочку. Три в одном. Но они такие очень и очень небольшие бургеры. Вот так вот они выглядят. Я предлагаю начать с картошечки Айдаха. Не совершать ошибку, которую потом невозможно будет исправить. Не дать ей умереть. Сейчас мы попробуем эту картошку Айдаха с этим фирменным соусом. Давайте сначала попробуем, а потом проверим ее на хрусткость. Вот так вот надо прям обмакнуть. Сочно обмакнуть фирменный соус от американского президента. Картошка Айдаха вкусная. Она хрустящая. Что по поводу соуса, мне кажется это соус с соевым соусом, майонезом, кефиром или чем-то вроде того. А также добавлением паприки, ну и еще каких-то специй. Этот соус хорошо сочетается со всем с чем угодно. Я часто делаю подобный соус дома. И я очень рад, что он здесь есть. Потестим картошку на хрусткость. Ну я думаю, что вы и сами все слышите. Картошка хрустящая, вкусная. А в сочетании с фирменным соусом, она просто великолепна. Стоит такая картошка 100 рублей за вот такую порцию. Порция сравнима, но хотя мне кажется она больше, чем порция картошки по-деревенски в Бургер Кинге. А по качеству она ничуть не хуже. Короче, 100 рублей за картошечку. Переходим к бургерам. Я слегка в замешательстве, с какого начать. Но начнем, наверное, с самого яркого. Вот с этого бургера, из которого вытекает вот такой вот красный соус. Давайте посмотрим, что здесь. Потестим. К сожалению, ни в чеке, ни в самом заведении, ни в инстаграме Трамбургера не указано, какие именно бургеры входят в этот сет. Поэтому будем угадывать. Сразу скажу, что стоит он 219 рублей за 3 бургера. Начнем мы с вот такого вот мини-бургера с какой-то красной начинкой, с каким-то красным соусом. Я так посмотрел в меню этого заведения, когда был внутри, что у них есть бургер брусничный. И я так думаю, что вот это именно он, бургер с брусничным соусом. Здесь у нас булка, вот такой вот соус брусничный, еще какой-то белый соусец. Так, что там у нас еще? Котлетка. Котлетка-салатик. Прикольно, салат не выпирает. На него сложили аккуратно. Котлета, насколько я могу судить, говяжья. Сырок здесь есть. Это какой-то, скорее всего, брусничный чизбургер. Откушу его прямо с той стороны, откуда вытекает соус. Честно говоря, котлета показалась мне немного жестковатой. Возможно, потому что котлета тонкая, и она сильно прожарилась на гриле. Ну, вот так вот он выглядит. А вообще, это вкусный, сочный бургер с брусничным таким специфическим соусом. Он дает такую, ну, ягодный привкус и легкую вот такую брусничную горчинку. В бургере это в тему. Мне нравится булка мягкая. Булка прямо вот такая вот воздушная. Я ее чуть-чуть вот пальцами так поделал, и она, видите, стала очень тонкая. То есть булка здесь воздушная. Она не крошится, она не тянется, она булочка с кунжутом. В общем, с этим мини-бургером все в порядке, не считая того, что я не знаю, как его зовут. Запивать сегодня я буду вот таким вот морсом. Он смородиновый стоит, он 70 рублей за вот такую вот бутылочку. Бутылка налита прям, прям доверха. Я думаю, что здесь, скорее всего, 0,5. Давайте попробуем, потестим морсик. Он очень пахнет черной смородиной. Вкусный такой натуральный запах, аромат. Он сладкий, не в конец разбавленный водой, а нормальный сладкий морс. Ты пьешь его, и чувствуешь смородину, чувствуешь сладость. Он приятный и сладкий, как я люблю. Переходим ко второму бургеру. Насколько я понял, здесь должно быть два бургера с говядиной и один бургер куриный. Давайте посмотрим, какой мне достался. Это, скорее всего, бургер с куриной котлеткой. Она такая светлая. Здесь у нас булочка, соус, куриная котлетка, помидор, салатик. Все такое миниатюрное, все такое маленькое. Что мне понравилось, у них кухня такая полуоткрытая. Видно, как они все это готовят. У них нет заготовок котлет, как в Бургер Кинге или в других сетевых фастфудах. Они берут фарш, кладут его, формируют из него котлетку и отправляют ее жариться. Это очень прикольно, мне это понравилось. Он выглядит, как офигенный бургер, только уменьшенный в несколько раз. Вот такой вот аппетитный. Мне уже не терпится выяснить, какой он на вкус. А на вкус он довольно неплох. Котлета, как я понял, изрубленная курица. Она не фарш перемолотая, а рубленная такая курочка, чувствуется кусочки. Бургер сочный. Здесь нормальное такое количество соуса. Он вот такой вот сметанный или майонезный. Хотя нет, скорее всего, это фирменный соус Трамп. Такой же, как и вот здесь, я взял отдельно. Очень вкусно. Вообще, пока что эти мини-бургеры мне нравятся. Особенно они мне нравятся тем, что это бургеры маленькие, но здесь соуса и немного, что он не вытекает. То есть бургер, он вот такой, он ничего не течет с него, не вытекает. Но и в то же время он сочный. То есть здесь соуса именно столько, сколько надо. Соблюли баланс, смогли, сумели. А еще мне нравятся вот эти булки. Они сделаны из настоящего хлеба, видимо. Потому что они такие воздушные и они отличаются от тех булок, которые можно попробовать в сетевых фастфудах. Переходим к третьему завершающему бургеру. Он у нас говяжий с сырком. На него немного попал соус от брусничного бургера, поэтому перевернем его вот так, развернем. И посмотрим, что у нас здесь внутри. А внутри у нас вот такая говяжья котлетка. Тут что-то слиплось все, потому что здесь сыр. Да, вот сыр, говяжья котлетка, соусец. Тот же самый фирменный, насколько я могу судить, лист салата. И все, то есть бургер нехитрого состава, котлета, сыр, лист салата, соус, булочка. Все довольно просто и без изысков. Ну что ж, потестим. При первом укусе у меня немного смешался вкус этого бургера и брусничного соуса, который на него попал. Но этот бургер очень сырный. Здесь, видимо, много добавлено сыра. Возможно, сырный соус, но это не точно. Сырного соуса, вот как я привык увидеть, какого-нибудь Хайнса, здесь я не вижу. Возможно, добавлен в обычный соус. Короче, этот бургер, мне кажется, самым сытным. И котлета здесь, она вот такая тоже, как будто рубленная. Она не такая, как котлета в первом бургере. Эта котлета более такая рыхлой структуры. Может быть, ее не сильно расплющили, когда готовили, или не так сильно прожарили. Но вот эта котлета мне нравится больше. Она такая более мягкая, а сам бургер более сытный. Пришло время подводить итоги. Итак, 411 рублей вышел у меня заказ. Я съел три мини-бургера, картошечка Айдаха, соус и морс. В принципе, по цене это немного дороговато. Если бы эти бургеры стоили по 50 рублей за штуку, а весь набор стоил 150 рублей, это было бы просто офигенно. Также получается, что они где-то стоят в районе 70 рублей. Это, в принципе, нормально, но хотелось бы чуть дешевле. Хотя, мясо в котлетах похоже на мраморное. Если это реально мраморная говядина, то это вполне нормальная цена. Картошечка Айдаха 100 рублей за упаковку. Это вполне приемлемо, учитывая то, что упаковка большая. Скорее всего, она даже больше, чем в Бургер Кинге. Ну, либо такая же. Там она стоит в районе 90, здесь 100. Морс из смородины вкусный, сладкий, насыщенный. И даже, я бы сказал, наверное, он немного чересчур сладкий. Его бы немножко разбавить. То есть, он офигенный, все классно, но люди, которые не очень любят сладкое, а таких людей много, наверное, для кого-то это может показаться сильно сладким. Но, как по мне, поскольку я очень люблю сладкое, это отличный морс. Вот такой у нас с вами сегодня получился обзор. Надеюсь, вам он понравился. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если любите мои обзоры. Ставьте лайк, если любите вкусно поесть. Короче, ставьте лайк при любом раскладе. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно жмите колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы всегда быть в курсе, когда на канале выходит новый обзор. Ну, а с вами был Митя Хэт. Всего вам доброго. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok